здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале сети ножевых магазинов мессер мессер очередной выпуск ножевой лаборатории и мы будем тестировать вот такой вот нож который называется киршо хелитак ну в принципе почему взяли на тест потому что нож показался симпатичным некоторым зрителям которые видели его обзор и кроме того потому что ну уже давненько у нас как-то не было вот таких вот простеньких фреймлоков от компании киршо 8 chrome 13 молебден ванадий в данном случае на клинке стальная рукоять замком фреймлок то есть принципе ножей таких компания киршо выпустил уже достаточно много но я так понял что некоторые зрители нашего канала рассматривают вот такой вот нож для себя к покупке но при этом ждут результатов тестов ну чтобы посмотреть не рассыпется ли это рукоять неожиданно совсем такое бывает но бывает достаточно редко поэтому я так честно говоря ставлю на вот этого красавчика мне кажется что должен хорошо отработать но я могу ошибаться от слов к делу давайте начинать стартуем как всегда с удобства ношения ну во первых понятное дело что у этого ножа переставляемая на другую сторону клипса вот так вот все это добро выглядит и она вы знаете прекрасно надевается даже на вот такие очень легкие тонкие брюки снимается тоже в данном случае без всяких проблем но на джинсах я думаю что будет это традиционно вот так вот как оно и бывает на ножах такого толка что касается открывания закрывания у нас тут нож с асистом и классическим плавником флиппера вот так что это дело будет открываться ну и закрываться вы знаете тоже вот с этого места он примерно взводится то есть тоже нет особенно никаких проблем на молечный взгляд вполне удобно хорошо работает ну и давайте левой рукой у меня некоторый опыт работы с фреймами есть поэтому да закрывается тоже вполне нормально но и открывается без всяких сложностей баллы самые высокие дальше у нас рез на весу ну давайте сразу с тросика он вот прям остро прям да вы знаете это уровень очень хорошо сделанных китая ножей ну прям да здесь вот так слегка подвогнутые спуски на клинке то есть прям отлично работает вот прям вот никаких вопросов очень здорово давайте теперь картон и тут вы знаете вот прям сложно что-нибудь плохое сказать очень уверенно он его режет в общем за вот эту работу баллы самые высокие дальше рез на плоскости я напомню что здесь очень не толстый клинок ну и поэтому получается вот такой вот рез я думаю что даже если резать так на манер как кухонным ножом то рез все равно будет получаться чистым очень аккуратно работает в этом плане никаких проблем давайте теперь так ну да и пушкаты тоже прекрасно отрабатывает сложности никаких в общем мне кажется за рез на плоскость тут баллы будут самые высокие ну собственно это нож который для как раз такой примерно работы и предназначен дальше у нас дерево о сушить прям хорошо вот если не пострадает имеет смысл перри точку этого ножа снять узнать примут но очень это дело приятно работа тут в такой мелкой работе давайте посмотрим как если мягкую древесину застрагивает он тоже в общем никаких вопросов это конечно прям прям лихо будет получаться самое интересное просто конечно древесина жесткая вы знаете и здесь я бы плохого ничего не сказал для ножа из коробки это прям ну это прям работает все тут я думаю тестировать дальше бесполезно в общем в режущей работе этот нож явно может представить очень приятные впечатления будем бить в пень нужно с вами небольшой замок фреймлок ну в общем на стальной рукояти давайте посмотрим как это отработает простейшие удары так что скажу довольно точно приходит туда куда бьешь размер рукояти немного не хватает для уверенного удержания тут сразу так скажу но по пальцам не прилетает ни в одном месте это меня тоже очень сильно порадовало каких-то движений в замке при ударах я не ощущаю ну давайте переволним и посмотрим нет ли тут еще чего вообще пока стоит тут совершенно железобетонно видимо никакого наклёпа нет ага но смотрите зато вот так вот выглядит замок сразу даже просто после простых ударов пень я его вы знаете пальцами вот так вот даже снять так как-то затрудняюсь то есть но наверное могу но ногтям придется тяжко поэтому позволю себе как-нибудь вот так доставать слушайте вот это да блин не начинает казаться что дальнейший тест этого ножа может закончиться очень плохо но вот я его сдернул до открывается люфта тоже нет в принципе фрейм теперь работает нормально встает да вроде даже знаете вот как бы и повреждением то это не назовешь но но так сразу то что же уходить то прям вот в такую глубину план давайте тест продолжать посмотрим что будет дальше так друзьями сейчас произошел технический нюанс записью небольшого участка поэтому я тест алюминием позволю себе повторить новом так вот покажу в кадре что он на самом деле уже был проведен клинок после тестирования выглядит вот так проблем с ним нет никаких но для чистоты эксперимента что называется мы сделаем это снова и посмотрим как она у нас тут себя ведет но вроде бы проблем нет никаких вообще все нормально отработала так изоляцию я уже снял на метровом медном проводе давайте рубить ну что такое о отрубил смотрим снова я лично повреждений на кромке не вижу тест пройден отлично дальше у нас целевые формы батонинга неплохо я уж просто за замок честно говоря побаиваюсь как идет так ну и давайте еще разок не попал ну ладно поглядим что у нас там с поведением замка ну вот вы знаете от такой совсем небольшой нагрузки вроде бы никаких проблем не наблюдается понятное дело что с клинком тут тоже ничего не произошло открывается закрывается люфта особенного нет но вот теперь будем жестить я честно говоришь с максимально опасаюсь нож сломать ну поэтому оставляю за собой право чуть что ты сразу же прервать ну что давай дорогой посмотрим как ты тут вытянешь это все а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, я думал, хватит в данном случае. Давайте поглядим, что у нас теперь. Во-первых, любопытно то, что замок, конечно, сдвинулся, но, по-моему, он в такое жуткое положение не встал. Я его спокойно могу снять рукой. То есть от таких вещей с ним ничего не происходит. Нож открывается, закрывается, ассист прекрасно работает, клинок у нас остался цел. Вы знаете, как ни странно, я скажу, что этот тест как раз пройден весьма и весьма неплохо. Теперь у нас затупление ножа с помощью гвоздя. Но к Д2 обычно в этом тесте никаких претензий не бывает, но все-таки. Вот так. Так, ну в принципе, я думаю, что нож уже тупой. И давайте посмотрим на кромку. Хоть это и довольно протокольное действие, но да. Повреждений, в общем, никаких. Давайте теперь ударить попробуем. Так. Ну, вы знаете, тоже я проблем не вижу. Место, которым ударил, мне заметно, но не более того. Это прям отлично, учитывая, что нож по ощущениям весьма и весьма неплохо сведен. Здесь не толстая кромка, а повреждения на клинке из... Кстати, я ошибся, здесь уже 8 хром-13 малиндом ванаде мы тоже не наблюдаем. Да, про Д2 наговорил. Тут, на самом деле, клинок сделан с другой стали. Ну, и вы знаете, как бы анад как раз вот так вот себя и ведет. Даже на довольно-таки тонких сведениях обычно. Поэтому, наверное, здесь нет ничего удивительного, как из Д2. Но отработал нож хорошо. Ну, давайте к самой теперь жести приступим. Так, и теперь... Забиваем нож в пень. Мне тут единственное, немного меня конструкция клипса смущает. Ну... Но... Ну... Не получается его сильнее забить, к сожалению. он как бы очень много можем времени потратить на этот процесс я бы так сказал но давайте так нужно с вами забит еще not просто попасть не могу по-человечески такая у него форма на вершину давайте будем смотреть как он себя чувствует вот здесь вот уже забитом положении значит вот так вокруг осевого узла движение есть безусловно но вертикального люфта нет вот люфта вот такого ну да немножко чувствуется на самом деле как бы ходит нож вот так вот чуть-чуть но только видимо в зажатом состоянии замок снимаю ну в общем да он вполне нормально работает ну-ка так вот ничего не будет нет не будет очень никаких проблем давайте будем выбивать он так выглядит замок после всего этого процесса вы знаете он продолжает нормально сниматься нормально открываться нормально закрываться единственное что вот я сейчас вам покажу как выглядит когда поперечный люфт пытаешься испытывать надеюсь что будет видно есть движение самого фрейма в общем когда вот так вот на клинок давишь она небольшое присутствует и он двигается по пяти клинка но на безопасность использования ножа это по крайней мере вот после нашего теста никак не влияет но еще на кромку давайте взглянем вроде бы тут никаких критических изменений нет что теперь давайте будем к выводам переходить в целом тест прошел примерно так как он обычно и проходит на вот этих ножах с подобным замком из подобной стали у клинка то есть в общем то мелкие какие-то недочеты в прохождении теста мы с вами видели ну вот например при ударах в пень вначале замок стал так что я просто не смог его замка снять без подручный срез но в целом потом как-то почему-то в общем-то эта проблема нивелировалась можно сказать что ну наверное приработался замок вот так вот я бы выразился в остальном знать впечатление самое положительное потому что понятное дело что тяжелой работы этим ножом на постоянку никто делать не будет а режет он прекрасно напомню что это в общем-то относительно недорогой но что исходя из материалов из которых он сделан не может быть дорогим но при этом имеет довольно таки симпатичный внешний вид и определенный запас надежности ну а что еще надо для складного ножа который за недорого используется на вашем кармане каждый день с вами на канале сети ножевых магазинов мейстер мейстер был заливаха надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока